Теплоэнергетики Причина ажиотажа так называемая альтернативная котельная, то есть новый метод определения стоимости тепловой энергии, поставляемой в дома горожан. Его использование областная столица начнет в 2020 году. На два ключевых вопроса, насколько возрастут тарифы, что будет сделано на привлеченные средства в системе ЖКХ энергетики, мэрия пока внятно в ответ не дали. Это и порождает беспокойство горожан, на которые чутко реагируют политические структуры. Перед домом культуры Киндяковка, где проходили слушания, местные единороссы устроили мини-демонстрацию с требованием не допустить роста цен на отопление. Той же позиции придерживается губернатор Сергей Морозов, который на днях потребовал от энергетиков и ульяновской мэрии даже не думать о том, что можно решать системные коммунальные проблемы за счет горожан. Жители нашего района и вообще города в целом, конечно, поддерживают нашу инициативу и ставят подписи, считая, что да, действительно нужно навести порядок в сфере тарифов ЖКХ, особенно тепло. Полтежки очень высокие приходят, большие в зимний, в осенний период времени, но это, конечно, не повышает градус настроения нашим жителям. Тем временем в фойе свои имена в списки вносили члены обкома КПРФ, выступающие категорически против коммунальных перемен и призывающие тратить на модернизацию тепловых сетей и источников исключительно бюджетные средства. Наконец слушания они активно призывали ульяновцев в соцсетях сплотиться и дать решительный бой альтернативной котельной, но услышаны не были. Кроме 10 наиболее преданных партийцев поддержать Алексея Куринова не пришел никто. Львиная доля времени слушания ушла на обсуждение технических вопросов, которых накопилось немало. Сегодня 52% электроэнергии в стране вырабатывается на тепловых станциях. Схема нацелена вернуть ТЭТ тепловую нагрузку, что позволит работать в оптимальном технико-экономическом режиме. Так вообще актуализируется схема из-за того, что со временем у нас что-то меняется и принято, например, 5 лет назад, учитывая все, что было по факту за эти 5 лет, соответственно, могут измениться и планы развития. Вот как раз актуализация производится для того, чтобы это все учесть. Актуализированная версия теплоснабжения в городе на 2020 год дает ставки на ремонт и замену коммуникаций. Сегодня износ тепловых сетей – проблема номер один для Ульяновска. Средний возраст системы трубопроводов достигает 34 года, что на 9 лет больше нормативного срока. Следующая проблема – проблема регулирования индивидуальных тепловых пунктов. Говорили про программу ЗУЛУ. Все сети теплоснабжения находятся в ЗУЛУ в программе. Это очень серьезный документ. Также уже почти все сети водоснабжения. То есть это позволяет гидравлические режимы и потребности рассчитывать, видеть, где у нас узкие участки, где участки сейчас обладают хорошей нагрузкой. Настало время свободного микрофона. И право выступить получили все желающие, в том числе и лидер ульянских коммунистов Алексей Куриный. Теперь в отношении двух компаний, которые здесь говорят про теплоком и теплосервис. Дело в том, что они свои деньги получали через Т+. И вместо положенных им нормативов они получали копейки, которых не хватало ни на ремонт, ни на соответствующую модернизацию. Довели эти сети, в принципе, по большому счету, до такого плачевного состояния, именно Т+. Но этого активистам КПРФ оказалось малым. Депутат Кузин вне очереди регламента забрался на сцену. Его коллега Гибаддинов атаковал президиум снизу. Под эмоциональные выкрики настало время голосовать. 145 человек проголосовали за уточненную схему теплоснабжения. 35 против. Кубинисты, явно не ожидавшие такого исхода, обрушились с резкими обвинениями на участников слушаний. Далеко не все оппозиционеры разделили гневный настрой ГПРФ. По мнению независимого депутата ЗСО Матвея Володарского, альтернативная котельная по-прежнему вызывает много вопросов. Но мазать все черной краской и уж тем более обвинять избирателей в предательстве в корне неправильно. Да, не было, как бы сказано, те положительные, может быть, моменты, которые, скажем, реформа подразумевает. В частности, как я уже сказал, снижение потери в сетях и, соответственно, снижение за счет этого тарифа. Поэтому будем в целом разбираться и в конечном итоге, как бы, да, я надеюсь, что и власти, и депутаты примем, как бы, да, решение, которое пойдет в пользу жителям.